Всем привет, Дубки на связи! Решил я вам сегодня показать и рассказать, как я делаю творог из обезжиренного коровьего молока. Для начала нам нужна корова, а лучше две. Коров вообще много не бывает. Кормим, поем, холим, лелеем ее, одним словом любим. Иногда доем, два или три раза в день, как вам удобно, или как заведено исторически в вашей местности. Главное, через равные промежутки времени и желательно в одно и то же время, как на режимном объекте. Как скопится у вас побольше молочка, сепарируем. Сепаратор у меня MotorSitch 80, очень славный агрегат, работает верой и правдой, у меня уже 7 лет, так что очень рекомендую, кто еще выбирает. Полученное обезжиренное молоко, то есть обратно, как у нас называют, ставлю на кухне, поближе к отоплению, до образования плотного сгустка. А теперь более наглядно, так как дальше весь процесс я уже подробненько заснял. Так, вот у меня сел из простокваши, вчера сепарировал, прошло примерно часов 18, простокваша такая, ну вот, хорошая, густая. Простоквашу на творог я всегда грею, бабушка, кстати, когда откидывала, она никогда не грела, я грею. Вот, примерно до 35, до 40 градусов подогреваю, всегда помешивая, ну так, без фанатизма, но чтобы низ не подгорал. Не знаю, не получается у меня вот такую простоквашу откидывать, несмотря на то, что она такая густая, плотная, крепкая, но все равно, творог из нее у меня получается такой мягкий, жидкий, как помазковый. Не знаю, может у меня руки не из того места растут, но мне проще подогреть, я так буду спокойный. Бидоны эти 10-литровые, из них получается примерно 1-100-200 кг с каждого бидона. Ну вот, до 40 градусов нагрелось, примерно вот в таком состоянии, творожное зерно. Если его не трогать, оно осаждается, вот как в этом бидоне, видите. Вот, точно такое же. А вот этот еще не догрелся, видно его, да, он чуть другой, и сыворотка как будто бы немножечко посветлее. Буквально еще пару минуток, и оно тоже будет готово. Так, откидывать буду вот на такие пластиковые тазы, у меня их пару штук. Штатив я забыл бабушке, поэтому с руки снимаю, близко не покажу. На них вот такая вот фруктовница, или как она идет на раковину, и она идеально подходит на эти тазики. И сверху застилаю, вот у меня органза, застилаю органзой, и потом буду вываливать уже сюда, на органзу творог. Ну, просто квашку подогретую. Очень, кстати, удобно еще использовать вот такие вот сумки из не тканого материала. Если это где-то делать, я не знаю, может на улице летом. Ну, сейчас я не буду, у меня не так много, вот прям в нее ведро выливать. Это, естественно, надо какой-то емкостью делать, чтобы это не брызгало, и сразу сыворотка сливалась в нужную тару. Ну, а пока вот так, сейчас я откину бидон и вам покажу. Так вот, бидон я один съел, видите, сыворотка почти вся уже ушла. Вот у нас тазик, вот она. Можно переставить на другой таз, на другую емкость, и вылить сюда второй бак с простоквашей. Иногда вот она, простокваша, оседает на дно. Сыворотку можно сначала слить, потом уже откидывать. Иногда всплывает, хотя вот два бетончика у меня вот такой всплытый были простокваши, одна осевшая. Ну вот, сейчас переставлю на другой тазик и буду сливать второе ведро. Так вот, слил второй бидон. Можно творожное зерно немножечко пошелудить, чтобы оно лучше отдало влагу, чтобы она сошла быстрее. Один бидон сыворотки вот уже получился. Так вот, потянем, тянем, потянем за края, чтобы лучше сыворотка отходила. Сейчас, блин, одной рукой неудобно. Второй таз у меня белый занятый. И сейчас мы переставим вот так вот. Опа! На алюминиевый тазик вот у нас сыворотка. И сейчас мы ее перельем вот в этот бидончик. Сыворотку слили. Сейчас еще немножечко пошерудим, освободим место. И у нас остался третий бидон. И сейчас мы сюда третий бидон определим. Вот видите, все просто, быстро стекает. Так, ну вот, третий бидон простокваши у нас в решете. Видите, под завязку. Сейчас мы немножечко пошерудим, чтобы получше опять отошла сыворотка. Так, и его опять сейчас переставим на пустой. А эту сыворотку опять сливаем в бидон. Так, сыворотку мы слили. Вот у нас получилось вот три бидона с сывороткой. Это решето мы опять возвращаем сюда. Так, закрываем края, чтобы ничего лишнего у нас не попало сюда. Летом я еще могу положить сверху груз. Ложу обычно двухлитровые бутылки со льдом, чтобы не только придавливало, но еще и охлаждало творог. И вот в таком состоянии убираю в холодильник. В холодильник у меня хорошо входит этот таз. Ну, я поаккуратнее, естественно, сейчас вот это все прикрою. И в холодильнике это оттекает, чтобы еще в холодильнике не набиралась лишняя кислотность. Но если позволяет погода на улице, там, если у вас холодный коридор какой-то, можно в коридор вынести. Так, ну вот, убрал холодильник. И видно, как оттекает оставшаяся сыворотка из творога. Так, ребят, смотрите, вот такой получился творог. Килограмм отсюда я уже отвесил, продал. Такой вот он нежный, рассыпчатый. Он мягкий, влажный. Он может показаться вам визуально сухим, но он очень нежный и мягенький. Бывает, конечно, оказий, я могу вовремя не помешать простоквашу, когда она греется, и он получится суховатым. И то не весь, а только нижняя часть, если она перегреется, ну, такие могут быть вкрапления. Здесь я вот мешал все вовремя, подогревалось у меня все равномерно. И творог однородный, нежный, вкусный, обалденный. Сейчас наложу соседке и отнесу ей заказом с молочком. Так, вот переложил остатки в квадратное прямоугольное ведерко. Очень мне нравится в них хранить аккуратно. И устанавливается компактно все в холодильник. То есть можно и на него установить, но в зависимости как от высоты полок. Два ведерка, ведерка на ведерко еще рядом. То есть на одну полку можно воткнуть четыре таких ведерка, если у вас много продукции с творогом, либо со сметаной. Очень рекомендую. Ну и кому интересно, творог я продаю 300 рублей килограмм. Здесь вот 700 грамм на 200 рублей. Понесу соседке вместе с молоком. Ну и такой небольшой заказ. Людям интересно смотреть про продажи. И клиент у меня такой несколько характерный. Вот я ему подписываю молоко, чтобы не спутать. Он у меня берет молоко козье и коровье, смешанное пополам. То есть козье дети не хотят отдельно пить. Как-то они его отличают. Ну, мало ли, отличают и ладно. А коровье родители сами не хотят пить. Ну вот. Поэтому вот такая альтернатива у нас со временем сложилась. Я в каждую бутылку наливаю сначала половину козьего и доливаю коровьем. Ну или наоборот. И бутылки его подписываю, чтобы не спутать. Вот. А это вот другая клиентка приедет. Это чисто коровье. И сметана. Вот ее еще. Ну и творог откидывается. Тоже сейчас она возьмет творог. Про сметану. Я говорил, что у меня от Зорьки маленький выход сливок. По итогу я подкрутил сливочник, чтобы пожиже они были. Они стали пожиже. Вот видно, да? Что, ну, мнется банка, потому что обычно у меня сметана загустевает так, что этой банкой убить можно. Эта банка мягче, но больше от этого сливок я не скажу, чтобы стало. Все-таки, да, это такое нежирное молоко. Рацион я ей подкорректировал. Сейчас я ее кормлю комбикормом Волгоградским Доброкорм маркой. Она молока прибавила, то есть она доила примерно 10-12. Сейчас она стабильно доит 14-15. И от него она еще, кстати, перестала худеть. Она у меня худела. Прям видно было, что корова сдаивает, ну, молоко, масса своего тела. Худеть она перестала. Молока стало больше. Вот. Ну, на качество и объем сливок, видите, не повлияло. Возможно, все-таки и в том году я недостаточно за этим наблюдал. И, возможно, все-таки в том году тоже молоко у нее было жидковатое. И эта корова сама по себе такая. И от рациона это не столь зависит. Такие вот делишки в нашем колхозе.